Сегодня я приготовила теплые шоколадные кексы без сахара, без муки, без глютена и без крахмала. Рецепт очень простой, вкусный и полезный. Он идеально подходит для Кето Лайт и для всех, кто худеет на правильном питании. Идея принадлежит моей подписчице, сестре Маргарите, которую вы уже знаете. Она придумала, что шоколадный торт можно держать в духовке поменьше и он превращается в шоколадный фондан. Я решила опробовать этот способ, но представьте себе, у меня закончилось сливочное масло. Поэтому я взяла 50 грамм сливочного масла и 50 грамм урбеча из кокоса. Он тоже очень жирный. Я их смешала, немного погрела в микроволновке. Потом я взяла плитку шоколада Спартак. Здесь у меня 90 грамм. Можно использовать любой шоколад с углеводами не больше 26 грамм на 100 грамм. Добавляю к расплавленному шоколаду сливочное масло и урбеч. Вы можете использовать 100 грамм сливочного масла и у вас получится тот самый фондан с жидкой серединкой. Я добавляю 3 желтка. Белки я пока отложила отдельно и перемешиваю. Вот здесь в процессе вымешивания у меня получается такая густая паста. Это за счет добавления кокосового урбеча. Если вы будете использовать только сливочное масло, то ваша шоколадная паста останется жидкой. С урбечем она получается вот такой вот густой. Можно делать и так, и так будет тоже вкусно. После этого я взяла 3 белка и взбиваю их миксером. Сначала я взбиваю их до легкой пены. И когда все готово, я добавляю немного ванилина. Добавляйте по вкусу. У меня интенсивный где-то треть чайной ложечки. И 35 грамм пудры эритрита. У меня вот такая, я беру ее на вайлдберрис. Пудру эритрита я высыпаю взбитым белкам. И еще раз хорошо все взбиваю уже до устойчивых пиков. Теперь добавляю к взбитым белкам свою шоколадную пасту. Миксер уже не включаю. Делаю все деревянной лопаточкой, чтобы белки не опали. Обратите внимание, никакой муки и никакого разрыхлителя. В этом рецепте они совершенно не нужны. Просто аккуратно вымешиваю в однородную массу. И разливаю по формочкам. Перед этим проверьте, достаточно ли вам той сладости, которая получилась. Если вдруг ее недостаточно, добавьте немного стевии или эритрита. Отправляю в духовку на 185 градусов ровно на 7 минут. Не держите дольше. Серединка уже не будет такой мягкой, как нам нужно. Выкладываю их из формы, украшаю ягодами, свежей мятой. И посыпаю сверху пудрой эритрита, той же, которую я положила внутрь. Получается в меру сладко, в меру ароматно. И очень-очень красиво. Десерт такой нарядный, как в ресторане. Здорово поднимает настроение. Сделать такой выходной день, мне кажется, отлично. Тем более, времени это займет совсем немного. Итак, посмотрите, какие красивые и аккуратные кексики у нас получились. Снаружи они плотные. Используйте шоколад с процентным содержанием какао не менее 60%. Вы можете дополнительно снизить углеводы, если будете использовать шоколад Азера на стевии. Итак, разрезаем. Посмотрим, что у нас получилось. Кексы получаются влажными и мягкими внутри. Это очень вкусно. Аромат горького шоколада не сравнить ни с чем. А голубика и клубника очень здорово его оттеняют. Попробуйте обязательно. Друзья, так здорово есть вкусняшки и худеть. Не лишайте себя этого удовольствия.